Дорогие друзья, вы знаете о том, что все чаще священников Русской Православной Церкви, которые проповедуют то, чему учат в Евангелии, запрещают священнослужение или выводят за штат, и их слово не может больше звучать в тех храмах, где они совершали служение. Здесь, в новой газете, они могут обращаться к вам со словами о том, что для вас и для них является самым важным, самым трудным, может быть, и самым больным. Я бы хотел использовать эту возможность для того, чтобы всех вас поздравить с праздником Рождества Христова и пожелать вам мира, радости и любви. Рождества Христова Я видел граффити с изображением российского президента, которое изначально создавалось просто как его портрет, а со временем превратилось в злую карикатуру. Это то, что ощущают и переживают многие люди и молодые, и не очень молодые, и верующие, и неверующие. И перед каждым из этих людей стоит вопрос, как с этим жить. Люди переживают это по-разному. Кто-то понимает, что со своими родителями не может говорить о чем-то, что является для них самым главным, самым основным, а у кого-то и вовсе оказались разорванными отношения, и его или нее обвинили в предательстве. Я думаю, что у церкви, или по крайней мере у меня лично, нет ответа на вопрос, как с этим жить. Но я могу вместе с вами попытаться приблизиться к этому ответу в свете евангельского повествования и в свете христианского учения. В Евангелии есть эпизод, в 9 главе Евангелия от Иоанна, когда описывается исцеление человека, который родился слепым. И когда Христос его исцеляет, то начинается расследование. Кто исцелил, где, как, при каких обстоятельствах, с какой целью, кто разрешил, кто благословил. И находят родителей этого человека. И, казалось бы, для них самым естественным движением было бы заступиться за своего сына. Но, как говорит Евангелие, родители в ответ на вопросы, которые им задают, говорят, а он сам взрослый, вот вы к нему пойдите и спросите. И они отвечают так, потому что, опять же, как говорит Евангелие, потому что они боятся. Потому что они уже знали, что всякий, кто будет исповедовать свою веру во Христа, будет отлучен от синагоги. То есть, другими словами, большинство от этого человека отвернется. А для многих людей это едва ли не самое страшное, что может с ними произойти. И этот человек, которого Господь исцелил, его, как говорит Евангелие, выгнали вон. Потому что среди слепых людей, когда кто-то один становится зрячим, он становится не просто лишним, он становится опасным. Вот очень часто, наверное, вы слышали такое выражение традиционной семейной ценности. На самом деле, Евангелие эти ценности не утверждает, потому что для христианства, как, в общем, для любой другой духовной традиции, эти ценности являлись, прежде всего, чем-то очевидным. И незачем и неоткого их было защищать. Но то, что в Евангелии утверждается, это ценности иные и близость между людьми другого рода. И иногда то, что говорит Евангелие, звучит очень резко и очень обидно, в том числе, наверное, для тех людей, которые являлись современниками евангельских событий. Есть эпизод, когда к Спасителю пытаются подойти его родственники по крови и не могут, потому что слишком много людей. И тогда Господь говорит, кто будет исполнять мою волю, тот мне и брат, и сестра, и мать. В другом месте он говорит, что он пришел разделить человека с отцом и дочь с матерью. В другом месте он предупреждает нас о том, что мы будем преданы и родителями, и братьями, и родственниками. И совсем недавно случалось так, что те люди, которые делали сознательные шаги к вере, а может быть даже и к священству, или к монашеской жизни, их родители в Советском Союзе сдавали их в психушке, сдавали в милицию, будучи абсолютно уверенным в том, что родитель никогда не может сделать плохо для своих детей. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Но я думаю, что то, что есть в церкви, это есть сознание иного родства и иной близости. Прежде всего, есть сознание Бога, как своего Отца. По крайней мере, для меня ушло, может быть, первые 10 лет священнического служения, чтобы, если не понять, то хотя бы приблизиться к смыслу вот этих первых слов, с которых начинается молитва Господня, Отче наш, к пониманию того, что означает обращаться к Богу, как к своему Отцу. И для многих из нас это понять нелегко. Митрополит Антоний Сурожский, который совершал служение в Лондоне, он рассказывает, как однажды к нему пришла женщина и попросила объяснить очень простыми словами, кем для нас является Бог. И владыка Антоний подумал, сказал, ну как, Бог для нас является Отцом. И тогда она потемнела, почернела лицом, потому что отношения с Отцом у нее были таковы, что, в общем-то, последнее, что она хотела знать о Боге, это то, что Он в чем-то похож на ее Отца. И для нас, по крайней мере, для тех из нас, у кого уже есть свои дети, мне кажется, что для нас это очень важно понять, зачем человеку вообще нужны родители, в частности, зачем нужен отец. По крайней мере, я для себя это сформулировал таким образом, что для ребенка, который не может видеть Бога, но через общение со своим Отцом, который рядом, с которым можно разговаривать, с которым можно играть, проводить время, через общение со своим Отцом человек должен понимать, кем для него действительно является Бог. Ответа на этот вопрос, как жить с тем разрывом, который уже случился и для многих уже случился безвозвратно, ясного ответа на этот вопрос у меня нет, но я думаю, что если есть ясное ощущение, если есть вера в то, что Бог с нами, если с нами люди далеко не всегда близки по крови, но как милосердный самарянин в Евангелии, которые оказались рядом, когда нам нужна была помощь, когда нам было плохо, когда нам было трудно, если эти люди сопровождают нас, если у нас есть иная близость и иное родство, о котором говорит Евангелие, то, значит, нельзя опускать руки и нужно продолжать идти вперед. Редактор субтитров А.Семкин